В ночь на вторник православные отметили крещенский сочельник. Сотни людей пришли в парк 905-го года, чтобы совершить обряд омовения. Температура воды плюс 4, воздуха минус 12. По словам бывалых купальщиков, условия более чем комфортные. Очень круто, всем советую попробовать. Холодно? Ну, только ногам холодно. Вообще, очень всем советую. В первый раз? Второй. Два года назад купалась, в том году было очень холодно, сейчас решилась. Переодеться и согреться можно в специальной палатке. На берегу МЧС, скорая полиция. Несколько спасателей дежурят непосредственно у самой купели. Приняли меры для безопасного купания населения. То есть прорубили купель, сделали мосточки, для того, чтобы было удобно сходить, подниматься. Сход и заход людей осуществляется специально по разным направлениям, чтобы потоки людей не пересекали. Сотрудники полиции присутствуют, сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательный отряд и инспектора ГИМ все на месте. Специалисты советуют начать подготовку к крещенским купаниям как минимум за неделю. Организм необходимо немного закалить. За два часа перед тем, как окунуться в Иордань, необходимо плотно поесть, чтобы организму хватило энергии для согрева. А вот алкоголь употреблять не стоит. Это может привести к разрыву кровеносных сосудов. На самом деле серьезно готовятся к купанию немногие. Тем более, если в проруби бывают хотя бы раз в год. Немножко дома закаливался, а так в том году уже первый раз нырял. Вот это второй год очень хорошо. Бодрит тело и дух. Бодрит не то слово. Погружаясь в ледяную воду, одни начинают кричать, другие, наоборот, теряют до речи. Принято считать, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье. Медицина нашла этому свое объяснение. Испытание холодом провоцирует выброс в кровь большого количества сильнодействующих противовоспалительных гормонов. Они гасят все воспалительные реакции в организме и помогают переносить стрессы. Каждый год купаемся. Нравится. Все хорошо. Нет, никогда. До этого болеем, после этого не болеем. Празднование крещения Господня проходило и в храмах по всему региону. Участниками мероприятий в этом году стали 11 тысяч жителей области. Более половины из них, по подсчетам МЧС, окунулись в Ордань. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова